МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное, конечно, это любовь к детям. Церемония награждения многодетных семей проводится в нашем городе четвертый год и имеет три степени. Первая – за достойное воспитание десяти и более детей. Вторая – семи, восьми или девяти. И, наконец, третья – за воспитание пяти или шести детей. За успехи и заслуги в воспитании супругам Богдановым вручили почетный знак третьей степени. Напомним, сегодня в Петербурге живут более 20 тысяч многодетных семей. Из них в Петроградском районе более шестисот. Хореография в помощь пациентам. В Первом медицинском институте для людей с болезнью Паркинсона организовали танцевальный класс. Элементарные движения в медленном темпе под эстрадную музыку. Какого труда стоит этим людям каждый шаг и взмах руки, обычному человеку сложно представить. У пациентов с болезнью Паркинсона нарушена двигательная сфера. И хотя основным методом лечения является лекарственный, хореография делает жизнь ярче. При этой болезни затруднены и даже опасные движения назад. Но здесь, в танцевальном зале, люди, забыв про диагноз, выполняют всевозможные панки. Конечно, помогают. И лучше двигаться, увереннее себя чувствовать на ногах, не падать, как говорится, не запинаться. Польза большая от такой школы. Дансинг-терапия проводится на базе кафедры неврологии первого меда в течение нескольких месяцев. Здесь уже 10 лет существует школа для пациентов с болезнью Паркинсона. Чтобы улучшить их социальную адаптацию, там подробно рассказывают не только как жить с поставленным диагнозом и правильно лечить заболевания. Объясняют также важность занятий танцами и желающих заниматься становится все больше. Мне показалось, что этот метод, он сможет служить двум целям. И физической реабилитации, и социальной реабилитации, получение людьми положительных эмоций. Мне кажется, это очень важно. Не менее важно, чем восстановление нарушенных движений. Для многих танцев это еще и возможность познакомиться и пообщаться. Со всех районов города пациенты приезжают на Петроградку ради часового занятия. И никто не бросает, несмотря на то, что даже просто доехать до института для этих людей уже большая работа. В поликлиниках Петроградской страны растет число пациентов, укушенных энцефалитным клещом. По сравнению с прошлым годом, ситуация ухудшилась. В медицинские учреждения района обратились уже 39 человек. Ни у одного из них, по счастью, клещевой энцефалит не выявлен. Однако повышенная активность кровососов медиков всерьез тревожит. Тут трудно сказать, с чем это связано. Но, скорее всего, с активностью самих клещей, нежели с какими-то вопросами, связанными с активностью выездов жителей в Ленинградскую область. Нельзя как-то связать это с изменением климатической ситуации. Но отмечается, что активность достаточно высокая. Помочь в такой ситуации могут простые советы. Перед выездом на природу надевайте закрытые обувь и одежду. Купите в аптеке специальный аэрозоль и в случае укуса обязательно обратитесь к врачу. Травматологический пункт на улице Льва Толстого, 8, работает круглосуточно. Кто ответит за грязь? Представитель общественного движения «Красивый Петербург» выяснял, почему не убирают обочины маленьких улиц на Петроградке. Полозово, Подковырово, Подрезово. Небольших улочек, которые примыкают к главным магистралям в районе, не один десяток. Ситуация с уборкой на них примерно одинаковая. Знаки ограничения парковки действуют в ночное время – с нуля часов до семи утра. А уборочная техника проезжает, как правило, после десяти. Поэтому вычистить улицы механизированным способом не получается. По обеим сторонам дороги стоят машины. Самая большая проблема в том, что парковку у нас регулирует ГИБДД, а график проезда уборочной техники – это система жилищно-коммунального хозяйства нашего города, комитет по благоустройству. Поскольку это межведомственная проблема, сейчас вице-губернатор Албин дал поручение проверить, насколько совпадают графики проезда и режим ограничения. В комитете по благоустройству города существуют специальные схемы уборки улиц. Общественники выяснили, согласно этим документам, треть Петроградского района подметает и поливает всего одна уборочная машина. На многих улицах нет вообще ограничения парковки. Дмитрий Гусев планирует не только доложить вице-губернатору о несовпадениях, но и предложить другие траектории движения спецтехники. Главное, чтобы руководитель ведомств договорились. Кстати, пока мы снимали этот материал как раз с 10 до 11 утра, ни одна машина спецтехники на улице Подрезова так и не появилась. В этом году на капремонт в Петроградском районе будет выделено почти 800 миллионов рублей. Об этом на выездном совещании вице-губернатора Игоря Албина заявил председатель жилищного комитета Валерий Шиян. Сумма в 800 миллионов – это 10% от всех средств, выделенных на капремонт в городе. В одном из старейших на Петроградке 64 дома имеют аварийные конструкции. При этом 56 уже включены в план этого года. А по пяти объектам проекты еще не готовы. От того, как быстро успеют их завершить, зависит, начнется капитальный ремонт в этом или в следующем году.